Стадион Оранж Болл. Более семи десятилетий он оставался главной спортивной достопримечательностью Майами. Теперь его предстоит разрушить. Это грандиозная работа. Более семидесяти тысяч кресел, более девяти тысяч квадратных метров газонов и более пяти тысяч тонн стали. Для того, чтобы расчистить место для нового стадиона, от всего этого необходимо избавиться. Однако 95% материалов нужно будет переработать. Поэтому его нельзя просто взять и взорвать. Итак, все готово. Стадион следует разобрать по кусочку. Погодите, погодите. Это необходимо сделать за четыре месяца. Итак, отсчет начинается. Мега-слом. Суперстадион Майами. Соединенные Штаты Америки. Майами, штат Флорида. Туристы едут сюда, чтобы позагорать на пляжах, поглазеть на пальмы и посетить Оранжболл. Одна из главных достопримечательностей Майами, стадион с 70-летней историей, являлся домашней ареной клуба «Майами Херрикейнс» и принял за свою историю пять игр серии «Супербоулл». Сегодня стадион устарел, а ремонтировать его слишком дорого. Правительство Майами решило отправить его на пенсию, расчистить место для нового современного бейсбольного комплекса. Всего за четыре месяца бригада монтажников должна переработать 23 тысячи квадратных метров стройматериалов. Задача осложняется не только жестким графиком, но и тем, что правительство Майами настаивает на переработке отходов демонтажа. Это мега-задача с мега-сроками. В качестве подрядчика городские власти выбрали «Демку» – компанию, специализирующуюся на подобного рода деятельности. Сотрудник «Демку» Эд Хартман берет в свои руки управление на объекте. У нас есть четыре месяца для того, чтобы расчистить это место. Расчистить небольшой кусочек земли в Майами. Под руководством Эда этот масштабный проект будет реализован в три этапа. Первый этап – зачистка, сбор и переработка более 10 тысяч квадратных метров газонов, более тысячи килограммов лампочек и более 70 тысяч кресел. Команде также будет необходимо очистить стадион от Азбеста, материал о которой при неправильном обращении может оказаться смертельно опасным. Второй этап – раздевание, демонтаж девяти восьмитонных исполинских осветительных вышек. В это время мега-машины будут крушить и потрошить стадион, готовя его к третьему и последнему этапу демонтажа – разрушению. Оставшийся 12-этажный каркас будет уничтожен, и стадион превратится в руины. Когда работа будет закончена, от стадиона не останется ничего. Отлично! Всем доброе утро! Давайте коротко все обсудим. Демка подрядилась демонтировать стадион «Оранж Болл» за несколько месяцев. Являясь ответственным по технике безопасности, Эд Хартман должен удостовериться, что все пройдет гладко, поэтому каждый день будет начинаться с планерки по технике безопасности. Мы будем работать в северной, восточной и юго-восточной зонах. Это многонациональная команда, в ней необходим переводчик. Итак, сегодняшнее утро будет по-настоящему тяжелым, поэтому, бегая туда-сюда по своим делам, не забывайте надевать каски и смотреть под ноги. Будучи ответственным за жизни людей, Эд должен работать очень усердно. Каждый день таит в себе опасности. Постоянно случаются новые непредвиденные обстоятельства. Каждый день нужно быть на чеку. Неважно, это первый день, когда вы собираете команду, или последний, когда вы наконец-то можете отправиться по домам. Ладно, ребята, будьте на чеку. В 7 утра начинается первый этап работ — зачистка. Рабочие должны собрать и отправить на переработку все, что не является частью железобетонной конструкции. Им придется очистить 23 тысячи квадратных метров площадей. Итак, управляющий объектом Уэйн Мелтон должен организовать работу своей команды. Сейчас мы будем заниматься зачисткой. Все эти конторы и офисы нужно очистить от мебели. Со стены пола нужно снять все, чтобы остался голый бетон. Команда в другой комнате сейчас отбирает доски и отправляет их на переработку. Все материалы должны быть собраны и рассортированы. Включая более тысячи килограммов электрических ламп. С ними нужно быть поосторожнее. Это деликатная работа. Все лампочки собираются вручную. Одна за другой. А потом 70 тысяч знаменитых оранжевых кресел. Пластиковые кресла, которые отслужили свой срок. Мы должны открутить все болты. После этого другая наша команда должна будет демонтировать кресла, собрать их и унести. Задача переработки 95% материалов – это непростой вызов. Но, к счастью, о некоторых вещах уже позаботились. Многочисленные поклонники «Оранж Боу» жаждут оставить себе частичку истории на память. Построенный в 1937 году «Оранж Боу» 70 лет оставался домашним стадионом для университетской футбольной команды «Майами Херрикейнс» и 21 год домом для профессионального клуба «Майами Долфинс». Это не считая пяти проведенных игр «Суперкубка». С годами вместимость стадиона росла. Количество трибун увеличивалось. Число мест возросло с первоначально от 23 тысяч до 80 тысяч. У этого стадиона нет нехватки в преданных поклонниках. Каждому из них хочется заполучить его кусочек. Перед тем, как Демко приступила к работе, коллекционеры смогли поучаствовать в памятном мероприятии «Ценные воспоминания». Мероприятием руководил Митч Адельштайн. Мы отсюда забираем все, что только возможно. Все, что может приглянуться фанату или коллекционеру. Вот, например, сиденья. Предполагается вытащить 25 тысяч сидений такого типа со стадиона. Они будут продаваться по 39 долларов 99 центов. Но главный лот – старинные скамейки. То, что мы их здесь обнаружили, стало для нас совершенно неожиданным сюрпризом. На западной зоне нам удалось найти старинные скамейки, которые появились здесь еще в 1966 году. И, как вы видите, у нас тут только самые лучшие экземпляры – оригинальные оранжевые скамейки со стадиона «Оранж Болл» с нанесенными номерами. Мы были в таком восторге, когда обнаружили их. Они будут продаваться по 500-600 долларов за штуку. А аукцион объявляется открытым. Во время мероприятия «Ценные воспоминания» на продажу было выставлено все, что было обнаружено. После нескольких недель продаж организаторы заработали четверть миллиона долларов. Деньги пойдут на покрытие расходов по демонтажу стадиона. Ну а теперь настал черед компании «Дэмко» заняться работой. Зона проведения работ надежно охраняется. Все, что оставили после себя сотрудники стадиона и не продали у строителя аукциона, теперь оказывается в распоряжении «Дэмко». Оставшиеся оранжевые сиденья упустили свой шанс стать сувенирами. Их ожидает участь быть переработанными, чтобы впоследствии превратиться в пластиковые трубы и отстойники. Этот факт не слишком трогает Уэйна Мелтона. Он обожает футбол, но болеет не за «Майами Херрикейнс». Я фанат Оклахома-Сунер, так что это в некотором роде мой реванш за 80-е. Сиденья стали достоянием истории. Теперь настало время каркасов, на которых они были закреплены. Однако каркасы приварены, и просто так их не отодрать. Уэйн займется этим вопросом. Смотрите, не наступайте на этот шланг. Они отваривают все алюминиевые крепления. Двое или трое ребят оттягивают их и поднимают. Под надзором Уэйна горы мусора продолжают расти. Чтобы увезти их отсюда, подрывной команде нужна помощь тяжелой технике. Однако они должны действовать осторожно, чтобы не повредить дорогостоящие газоны. Значит, сперва нужно как можно скорее снять дерн. Это не та трава, которая растет на любом газоне. Это трава для суперкубка. И у городских властей на нее особые планы. Ее перевезут в городской парк в трех километрах от стадиона и посадят там. Для выполнения этой задачи на место действия прибывает эксперт по газонам Сотфармс. Пойду проверю, чтобы у ребят все было в порядке. Майк Ньюби приступает к работе. Это приблизительно 200 участков по 45 квадратных метров каждый. Это довольно большой газон. Майк и его команда начинают разбираться с оборудованием. У нас все готово. Но так как работа не начнется до завтрашнего утра, команда занимается тем, чем занялись бы любые поклонники футбола на их месте. Давай, давай с нами. Мне уже 70 лет, но раз я в это ввязался, то и тебе тоже надо сыграть последний футбольный матч на траве знаменитого Оранж Боу. Я был его нервозом. А-тю! Дай, мальчик, дай! Дай! Буду оставшуюся часть дня отдыхать. Но, как и в случае с Оранж Боу, всему хорошему рано или поздно приходит конец. Игра окончена. Завтра нас ждет работа. Нам нужно будет приступить к ней с первыми лучами солнца. Команде требуется отдохнуть. Потому что, начиная с завтрашнего дня, у них будет только 48 часов для того, чтобы сделать свою работу. Начинается первый месяц демонтажных работ. Первый этап — зачистка. Чтобы оставаться в графике, нужно начать уборку в Оранж Боу как можно скорее. Но остается одна, пока еще не решенная задача. Знаменитые зеленые газоны футбольного поля Оранж Боу. Их следует увезти отсюда до прибытия тяжелой техники. Эта трава растет на стадионе уже более 30 лет. Дэйл Сандин, ответственный за газоны и почву, заботится о ней почти всю свою жизнь. Сегодня он отвечает за то, чтобы она переехала в местный парк и хочет, чтобы все прошло гладко. Думаю, мне удалось найти самых лучших ребят для этого дела. Майка Ньюби из фирмы Сотфарм беспокоит другое. Время. У его команды есть только 48 часов для того, чтобы вывести газон. Им нужно вывести почти 9 тысяч квадратных метров травы. Майк отдает распоряжение двум экипажам специальных машин. Каждая машина оборудована механическим лезвием, которое срезает дерн раз в две секунды. 60-сантиметровые куски отправляются на специальную ленту, а затем в руки работников. Словно голодный зверь, машина загребает землю, перерабатывая почти со скоростью 3 квадратных метра в минуту. Однако, если торопиться во время еды, можно подавиться. Она пошла немного криво. Машина срезает дерн не совсем ровно, и для Дэйла это большая проблема. Одна сторона получается слишком тонкой. Майк должен следить за графиком. Он дает ценные советы на лету. Очистите этот барабан от земли, может, будет работать лучше. Дэйлу нужен только лучший газон для парка. Этот кусок уже никому не пригодится. Плюньте на него. Я говорил вам, ребята, концевые куски не берите, они все равно потом развалятся. Для начала нужно сконцентрироваться на хорошем материале. Хорошо. В этом есть какой-то смысл, или все равно этим придется заняться? Ты хочешь вначале сделать простую часть, а сложную потом? Или хочешь сделать все одновременно? Полностью на твое усмотрение. Ладно, хорошо. Спасибо. Это будет длинный день. У Серджио Адасаме, консультанта по охране окружающей среды, есть проблема еще серьезнее. Ему нужно убрать азбест. Сколько у нас там еще осталось? Азбестовые волокна очень прочные и жаростойкие. Они являются важным элементом конструкции. До начала 80-х годов эти волокна использовались при строительстве. В том числе и при строительстве «Оранжбол». При постройке трибун для укрепления бетонных конструкций использовались панели, содержащие азбестовые волокна. Азбест — очень вредное вещество. Вдыхание азбестовых волокон наносит вред легким, приводит ко многим заболеваниям и может явиться причиной смерти. В одних только Соединенных Штатах от воздействия азбеста погибает до 10 тысяч человек ежегодно. Разрушение бетона приводит к распылению азбеста, что поставит под угрозу жизни рабочих. Поэтому необходимо аккуратно демонтировать панели до того, как специалисты ДЭМКО начнут взрывные работы. В передвижном офисе, припаркованном возле «Оранжбол», Серджио готовится к предстоящей работе. Нам предстоит демонтировать 782 панели. Это непросто, учитывая плотный график работ. Мы предполагали, что работы, связанные с азбестом, окажутся непростыми и потребуют много времени. Серджио и его команда планируют уложиться в график. Мы планируем продвигаться с востока на запад. Это позволит подрывной команде следовать за нами и делать свою работу после того, как панели будут демонтированы. Работа будет вестись посекционно. Даже если в какой-то момент у нас случатся какие-нибудь проблемы, это не помешает продолжению демонтажных работ. На бумаге всё выглядит довольно просто. Но в реальности это очень сложная задача. Азбестовые панели находятся на высоте девятиэтажного дома. Но у команды есть решение. И оно связано с использованием пистолета. Вместо того, чтобы забираться на стены «Оранжбол», а это непростая задача, мы решили использовать пейнтбольный пистолет, которым мы будем отмечать нужные нам места. Розовый цвет должен подойти для этих целей. На тренированном взглядом Серджио выискивает азбестовые панели. Теперь они хорошо заметны даже не очень зоркому глазу. Поначалу немного необычно, но потом начинает получаться очень легко. Нужно просто пристреляться. Серджио заканчивает помечать панели, которые необходимо демонтировать, а Майк Ньюби продолжает решать проблему транспортировки газона. В трех километрах отсюда, Дёрн со стадиона «Оранжбол» прибывает в парк. За транспортировкой наблюдает Дейл. Это парк Гибсона. Вот работники городских служб, они укладывают газон. Дейл должен проследить, чтобы укладка проходила быстро. В упакованном виде под горячим солнцем Майами газон может храниться не более суток. Однако у рабочих Дейла нет навыков укладки газонов. На вид это может показаться простым делом, однако есть очень большое количество нюансов. Берите его снизу, потом поднимайте весь кусок, находите подходящее место, укладывайте ровно, а потом подбивайте края ногами. Вуаля! Готовая поляна. Звучит проще, чем есть на самом деле. Времени у Майка в обрез. Его задача – транспортировка. Мне приходится мчать на всех парах. Через все эти пробки. Ладно, спасибо. Со временем команда перестает поспевать за Майком. Время покажет, удастся ли Дейлу и его команде спасти газон. А в это время на стадионе от Хартман тоже очень переживает. Пока газон не будет вывезен, сотрудники Дэмко не могут начать устанавливать свое оборудование. Весь этот металлолом. Мы с ним быстро разделаемся, но пока газон не убрали, мы не можем приступить к работе. Однако предварительно нужно решить еще более сложную задачу. До того, как начинать основные работы по слому, необходимо избавиться от асбестовых панелей. Всем доброе утро! Сегодня у нас будет четыре группы. Задача демонтажа асбеста Дэмко доверила субподрядчику, компании PDG Environmental. Так, там у нас будут работать две команды. Бригадир Олман Эспинал дает своим подчиненным последние инструкции, и они приступают к работе. Если что-то случится, зовите меня, хорошо? Удачи, ребята! Рабочие по одной убирают асбеста, содержащие бетонные панели. Дыры в конструкции на месте демонтированных панелей еще одна опасность. Команда работает на высоте 27 метров. Любая ошибка на такой высоте может привести к человеческим жертвам. Поэтому очень важно соблюдать технику безопасности. Все работают со страховкой. Экипировка проверяется ежедневно. Рядом всегда есть наблюдатель, который следит за тем, чтобы никто не подходил слишком близко к краю и не сорвался вниз. Рабочие упаковывают и перетаскивают демонтированные панели, помещают их в герметичные контейнеры, которые потом будут отправлены на специальный полигон. Каждый день работа Сэрджио и Оллмана должна опережать на шаг работу подрывной команды. Они уже демонтировали 60 панелей. Сегодня им осталось разобраться еще с 14. На этой стороне у них, думаю, осталось еще где-то панелей 5. Давайте-ка пойдем и еще раз все проверим. Успех всего проекта зависит от результатов работы этой команды. Пока они не зачистят стадион от Азбеста, Демко не сможет начать подрывные работы. У них есть только несколько месяцев, чтобы подготовить это место для строительства бейсбольного стадиона. На следующий день все еще остаются невывезенными сотни квадратных метров газона «Оранжболл». Работа должна быть выполнена сегодня. Майк Ньюби, эксперт в области озеленения, берет дело в свои руки. Сегодня утром я проснулся в 2.30, организовал уже 6 погрузок до того, как остальные ребята появились на объекте и приступили к делу. Я бы сказал, они там погрязли в траве. К обеду они завершают эвакуацию более 9 тысяч квадратных метров высококачественного газона. Это последняя партия дерна, которая покидает «Оранжболл». Наконец-то! Я очень рад, но когда я попаду домой, я буду полностью вымотан. Два дня изнурительной работы. Все готово! Для Эда это означает, что можно наконец приступать к следующему этапу проекта. Завершение транспортировки газонов дает нам возможность начать использовать тяжелую технику. Пришло время для второго этапа – раздевания. Мегамашины готовы приступить к работе. Прошел почти месяц с начала проекта демонтажа стадиона. Знаменитый газон «Оранжболл» покинул территорию, и теперь ничего не мешает Дэмко приступить к основной фазе операции. Им предстоит крушить и потрошить девятиэтажный стадион, пока они не обнажат его железобетонное основание. Первым пунктом в меню значатся нижние трибуны. Это мегаработа, для которой потребуется мегаоборудование. Сто-тонный экскаватор «Камацу» PC-1000. Его 15-метровый гидравлический кран заканчивается клешней, обеспечивающей давление в 350 килограммов на квадратный сантиметр. По бетону, как по маслу. Железные конструкции – нет проблем. Экскаватору будет помогать младший брат – КАТ-320. Команда экскаваторов начинает свой футбольный матч. Вскоре поле оказывается заваленным металлоломом, готовым к переработке. Сталь и алюминий будут вывезены, порезаны в мелкую труху и полностью переработаны. Алюминий пойдет на производство кучи разных вещей – от оконных рам до автомобильных деталей. Сталь будет использована для производства арматурного стержня. Всего за месяц работы специалисты ДЭМКО неплохо потрепали стадион. Однако на горизонте появились новые проблемы. Приближается грозовой фронт. Это большая проблема для рабочих ДЭМКО. При решении следующей задачи, связанной с демонтажом осветительных вышек, команда столкнется с трудностями. Необходимо одну за другой демонтировать все вышки высотой с 20-этажный дом. Однако природа приготовила свои сюрпризы. Поднимаются шквальные ветра. Ответственный за технику безопасности Эд Хартман знает, что работа 50-метровых кранов при таком ветре может обернуться катастрофой. Однажды на другом стадионе подобная катастрофа уже имела место. Что случилось? 1999 год. Рабочие сооружают крышу бейсбольного стадиона Милуокис-Миллер. Какого черта? Осторожно, берегись! 170-метровый кран вместе с грузом раскачивается под порывами ветра, дующего со скоростью 41 км в час, и обрушается, в результате чего погибают трое рабочих. Подобной катастрофы Эд Хартман не имеет права допустить. Допустимая скорость ветра, при которой может работать кран, 28 км в час. Если скорость ветра достигнет этой отметки, даже и не думайте продолжать работу. Северо-западный ветер! Джейсон, скорость ветра 40 км в час. Похоже, неудачный день. Эд вынужден приостановить работу по демонтажу осветительных вышек. Этот проект очень четко распланирован. Один день простоя может сдвинуть все сроки. Но Эд не собирается рисковать жизнями своих сотрудников. Дэмко придется дождаться подходящей погоды. Через три дня ветер стихает, и Эд дает добро на продолжение работы. У нас все чисто. Сегодня разберем одну из башен. А может быть и две. Необходимо соблюдать баланс между сроками и техникой безопасности. Если вас тут не должно быть, значит, держитесь отсюда подальше. Все нужно делать очень аккуратно. Каждая из этих вышек стоит около 125 тысяч долларов. Городские власти собираются продать их. Необходимо проследить, чтобы с ними ничего не случилось. Проверьте все дважды. Отлично! Все чисто! Поехали! Мы готовы начинать! Помедленнее, помедленнее. Начинается непростая работа по перемещению этих гигантов на парковку стадиона. Стоп, стоп, стоп! Оператор крана должен выполнять свою работу очень аккуратно. Одно неверное движение и вышка высотой с 14-этажный дом упадет на землю или на стадион. Опускай, опускай! Опускай, опускай! Левее, левее! Стоп! Ниже! Стоп, ниже! Левее, левее! Опускай, опускай, опускай! Тачдаун! Клади на землю! Спокойно, осторожно! Опоры оказываются на земле. Однако, теперь предстоит положить 42-метровую вышку на землю. Давай назад! На пути оказывается решетка, а также люди и оборудование. Если бы он пошел тут, все было бы нормально. Необходимо, чтобы все оказалось на своих местах. Это похоже на сборку пазла. Ребята, нужно еще полметра. Три! Два! Один! Тачдаун! Одна готова. Осталось еще семь. А в это время экскаваторы продолжают пожирать следующую порцию кресел. Когда они закончат, тут не останется ничего, кроме бетонной коробки. Отрывая по кусочку, огромные ножницы откусывают сталь и загружают ее в грузовики. Металлолом поедет к находящейся в 20 километрах отсюда станции переработки металла. Марк Джоли руководит процессом перевозки. Сегодня мы получим большое количество материала из «Оранжболл». Вся эта масса прибудет через главные ворота, будет взвешена, а затем вывалена на землю из контейнеров. Экскаватор рассортирует ее, а затем переместит к резаку. Автоматический резак каждые 30 секунд врезается в металл своей 900-тонной массы, превращая его в металлический фарш. Большая часть переработанной стали уезжает за 563 километра отсюда в Северную Флориду, в Жардо-Амери-Стил. Там ее переплавляют и делают арматуру. Часть металлолома из «Оранжболл» разделит совершенно другую судьбу и даже не покинет Майами. В компании «US Foundry and Manufacturing» оператор магнитного крана перемешивает сталь с черными металлами. Это похоже на огромную кухню. Шеф-поваром здесь выступает Шейн Дибагари, директор завода. Плавить железо — это как готовить пирог. Вы должны смешать ингредиенты в нужной пропорции для того, чтобы получить требуемое качество металла. Потом добавляется немного кокса — вещества, способствующего процессу плавки. А затем машины перемещают смесь в 24-метровую печь, где она раскаляется до температуры более 2000 градусов по Цельсию. После того, как сталь и черный металл расплавляются, сплав перемещается на формовочную линию. Здесь рабочие разливают расплавленный металл по формам, сделанным из песка и глины. На другом конце конвейера специальный механизм отряхивает полученные изделия от песка. Так знаменитый «Оранж Болл» превращается в обычные канализационные люки. Ну, не совсем обычные. Люки могут иметь собственные знаки отличия. Работая 24 часа в сутки, литейный цех «Юэс Фаундри» производит 30 тысяч канализационных люков в неделю. Спустя несколько недель экскаваторы оголяют каркас стадиона. Но работа Демко завершена только наполовину. Нужно разрушить оставшуюся часть стадиона и расчистить пространство для нового бейсбольного стадиона. Взрыв каркаса быстрый, но дорогостоящий способ. Так что специалисты Демко последовательно разрушают его с помощью строительных груш и мегамашин. «Оранж Болл» скоро станет историей. Прошло почти три месяца с начала работ, а специалисты Демко уже избавились от 70 тысяч кресел, привезли более 9 тысяч квадратных метров газона, демонтировали 8 9-тонных осветительных вышек, зачистили объект от асбеста, оставив от стадиона лишь каркас. Теперь настало время последнего этапа взрывных работ. «Оранж Болл» обладает довольно простой железобетонной конструкцией. однако простоту конструкции компенсируют огромные размеры объекта. 200 метров в диаметре высотой с 12-этажный дом, 24 тысячи кубических метров бетона, 5000 тонн стали. специалисты демка уже разобрались с тем, что можно назвать интерьером стадиона, однако сама коробка все еще остается нетронутой. При помощи динамита можно было бы разделаться с ней в два счета, однако цель демка переработка 95% в освобождаемых материалов. Поэтому каркас будет демонтироваться посекционно, будут использоваться строительные груши для разрушения бетона и экскаваторы для резки арматуры. Проделав весь путь по овалу трибун, они сравняют стадион с землей. Первой в списке идет башня комментаторских кабин. Кран выдвигается на боевую позицию. В этой вышке на протяжении более 40 лет работали лучшие футбольные комментаторы. Ее конец достоин того, чтобы быть запечатленным на камеру. Мы можем начать, как только все будет готово. Такие работы можно начинать только тогда, когда есть полная уверенность, что все приготовления закончены, а те, кто не участвуют в процессе, находятся на достаточно безопасном расстоянии. Осталось совсем немного. К месту действия подъезжает кран с 1300-килограммовой грушей, раскрашенной в праздничный оранжевый цвет. Но вот мы приступаем к самому интересному. однако вышка не поддается. Ну давай, родная! Давай, родимая! За счет большого содержания арматурного стержня стены оказываются крепче, чем можно было бы предположить. арматура поглощает каждый удар словно губка. Во как держится! После первой пробоины железные щупальца практически опутывают грушу. Похоже, команде придется использовать план Б. еще еще более тяжелую грушу. Весом 2700 килограммов, если быть точным. Чем больше груша, тем большая нагрузка ложится на 80-метровый трос. Размашистые движения еще более увеличивают нагрузку, что может привести к разрыву троса. для Ричи Уайт Акро оператора крана это смертельная угроза. При обрыве троса тот обычно отлетает и наматывается на кабель. Это опасно. Решение простое менять груши. Для свингов я использую полутора тонны, для ударов сверху двухтонны. Однако задача от этого проще не становится. Я постоянно слежу за тросом, за грушей и за ее траекторией. Стоит на секунду отвлечься, и груша может полететь прямо в вашу сторону. Это рискованная работа. У Рича многолетний опыт в подобных делах. Сейчас уже редко встретишь представителей моей профессии. Спросите у малышей. Никто из них не мечтает стать оператором строительной груши. А я этим всю жизнь занимаюсь. День за днем, груша за грушей, Рич одну за другой разрушает вышки. По всему стадиону рабочие собирают лом и отправляют его на перерабатывающий завод. Бетон, из которого был сделан стадион, принявший пять игр Суперкубка, теперь будет использован при строительстве дорог в Майами. А в это время ответственный за технику безопасности Эд Хартман размышляет о том, как разобраться с еще более крупными частями стадиона. На северной стороне все готово. Через час мы, значит, будем разбираться с еще одним сегментом Оранжбол. Специалисты Демка готовы к бою. Это последний этап разрушения Оранжбол. До срока окончания работ остается немногим более месяца. С комментаторской вышкой разобрались. Теперь нужно разрушить оставшиеся части стадиона. Необходимо использовать экскаваторы для того, чтобы разрушить оставшийся металлический скелет. стадион представляет собой овал из 89 стальных пролетов. С помощью специального метода за раз предполагается разрушать по 5 пролетов. Первая часть метода предполагает разрезание стальных балок специальной пилой. Балки поддерживают конструкцию, однако они легко разрушаются при боковом воздействии. Балки с помощью троса будут привязаны к экскаваторам. А затем машины начнут движение, утягивая за собой пролеты стадиона. Все подготовительные работы были завершены вчера. Сегодня мы завершим работы по разрезанию и свяжем все вместе после того, как все будет садиться. Разрушение сегментов стадиона размером с 9-ти этажный дом опасное дело. Если кто-то окажется внутри, ему не сдобровать. Эд должен удостовериться, что внутри никого не осталось. Волк, ты не мог бы попридержать Ричарда и сказать ему, что мы собираемся начать тянуть через 5 минут? И всем там скажи, чтобы не высовывались. Совершаются последние надрезы. Тросы привязываются к экскаваторам. «Степрир» Почему бы вам не подать сигнал, чтобы все были в курсе того, что сейчас будет происходить? Уэйн, надеюсь, у тебя все готово. Да. Пусть начинают тянуть. Джейсон, у нас все готово. «Степрир» Это успех. На такие вещи стоит посмотреть. Вода устремляется в воздух для того, чтобы не поднималась пыль. И вот уже все на земле. Вот так, как по маслу, все у нас должно идти. Шаг за шагом разрушаются все сегменты стадиона. Вместо них остаются груды лома. Мне нравится, как все сейчас идет. Поначалу работа шла медленно, но теперь мы вошли в хороший темп. Надеюсь, еще месяц, и у нас все будет практически готово. Для того, чтобы успевать разбирать завалы лома, «Демко» практически вдвое увеличивает армию экскаваторов. Вначале у нас было три, потом увеличили количество до четырех, а теперь у нас целых восемь. Работа идет, и при необходимости мы расширяем наш технопарк. Завалы нужно разгрести очень быстро. Заезжайте в ворота, загружайтесь вон там. Машины, груженные сталью и бетоном, снуют по стадиону. Вот еще один. Одна погрузка каждые восемь минут. Нет, 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 нет. Работа кипит, куча грузовиков, нужно все увезти. Это самое интересное. С Оранж Болл практически покончено. За четыре месяца компания Демко сделала свою работу. Знаменитый Оранж Болл стал историей. 95% материалов стадиона были переработаны, демонтаж завершился в срок. Теперь на этом месте можно строить новый бейсбольный комплекс. Есть повод отметить это событие. У нас тут есть сигары для тех, кто хорошо поработал. Приятно работать в такой команде. все прошло без травм и инцидентов. Мы проделали феноменальную работу. Я невероятно счастлив. А в это время в местном парке газоны Оранж Болл приживаются на новом месте. Дейл тоже нашел себе новое местечко. Теперь он работает в городском управлении рекреации и озеленения. Так что он продолжает заботиться об этой части стадиона. Газоны, прибывшие сюда, отлично прижились и зеленеют. Как будто в парке Гибсона чудесным образом сохранилась частичка Оранж Болл. Стадион Оранж Болл остался в истории. Но память о нем навсегда останется в сердцах его поклонников. Догоняй! Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Табелевич.